Скорость, брызги воды и неописуемой красоты природа. Это могла бы быть хорошая прогулка по реке в выходной день. Но только не для сотрудников инспекции по маломерным судам, МЧС и ОСВОД. Сейчас они вышли на воду не ради удовольствия, а чтобы следить за порядком. В этом году погода еще в мае позволила открыть плавательный сезон. Гродницы не отказываются и от прогулок на маломерных судах. Здесь на водной глади, утверждают специалисты, должен быть такой же порядок, как и на дорогах. К примеру, только за один день инспекторы составили семь протоколов. Говорят, это больше среднего. Самое распространенное нарушение – отсутствие при себе документов. За него грозит штраф до пяти базовых величин. Казалось бы, на это можно закрыть глаза, но нет. Правила для всех одни, и любой водитель водного транспорта должен их соблюдать. Ведь за каждую ошибку на воде можно заплатить ценой жизни. В 2000 году на водоемах Республики Беларусь погибло 129 человек. Спустя десятилетия эту цифру удалось сократить более чем в два с половиной раза. В 2017 году произошло 16 аварийных случаев, в которых погибло 9 человек. В Гродненской области погибших не было. Статистика показывает, причины большинства аварий на воде крайне банальны. Алкогольное опьянение и пренебрежение правилами безопасности – это самые грубые нарушения, которые могут привести к трагическим последствиям. За вождение маломерным судом в нетрезвом виде предусмотрен штраф от 10 до 50 базовых величин и лишение удостоверения водителя на три года. К счастью, таких нарушений в этом году в Гродненской области не было. А вот тех, кто решил прокатиться по водной владе, не имея в наличии необходимых документов, более чем достаточно. Этот катер-развод может развивать скорость до 60 км в час. В принципе, этого достаточно, чтобы в случае чего догнать нарушителя, к слову, тех, что пытаются скрыться, говорят специалистов, хватает. Особенно сложно обстоять дела с водителями гидроциклов. Не все хотят нести ответственность за свои нарушения, а поскольку он может разогнаться до 120 км в час, догнать его практически невозможно. Но, как показывает практика, скрываться бессмысленно. Если по счастливой случайности удалось уйти от одного катера с инспекторами, то навстречу будет идти другой. Как правило, проверка маломерных судов проходит несколькими группами инспекторов, сотрудников МЧС и освод, а также с присутствием прокурора и несколько раз в день. Кроме того, есть база данных на каждого судоводителя. По бортовым номерам любого водного транспорта можно в считанные минуты определить личность нарушителя. То есть уйти от ответственности никак не получится. Не остановка должностному лицу, применяем статью административный штраф, но, как правило, допустим, те же судовладельцы, они извиняются, говорят, не так поняли, не заметили, допустим, но штраф однозначно. В целом, говорят специалисты, обстановка на воде в области хорошая. В основном все водители водного транспорта соблюдают правила пользования маломерными судами. Грубых нарушений нет. Здесь нужно отметить и слаженную работу инспекции, МЧС и освод. Но, к сожалению, в этом году цифры погибших на воде растут. В нашей области уже утонуло 27 человек, из них четверо детей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому снимать со счетов человеческий фактор нельзя. Каждый, кто выходит на воду, должен понимать, что только он сам должен обеспечивать себе безопасность. Ведь здесь дело не в штрафах, а в здоровье и даже в жизни. Яна Мельниченко, Агажан Бадарджанов. Новости Гродно+.